Знаешь, я еще за кадром тебя спросил по поводу водоросла у игроков. Вот не пришел. За двоих будет тащить кари. О, всегда. Коллектив, который будет атаковать за сторону атаки. И из виртуального пространства они переносятся в наше физическое. Выходят игроки и расстановка у нас будет такая, что пять человек встают. Вот мандо обороны. Такая же остановка пять человек. И команда Оник у нас. И пошла разбежка. Мы видим, что у нас забирается пачка. Все, достаточно медленно просел. Девятый номер тоже просаживается. И сейчас будет очень, очень, очень. Команды атака у нас уже потихоньку, полегоньку пробирается. Очень хорошая ситуация для команды АПБ. А Оник у нас начинается заход на линию Б для зачистки. Проверяют все позиции, дефолтные позиции. Интересно, ребята смотрели представление лазер-тага. Сейчас он просто зайдет, расстреляет противника в спину. Не читают, не читают. Этот момент у нас атакующие. Есть минус по одному игроку. И сразу перетяжка пошла у нас на деактивацию. Игрок побегает. Ой-ой-ой, тут разбежка. Додвигать пачку, она установлена. Все, двигать ее нельзя. И вот он взрыв. Пачка у нас. АПБ со сложной стороны. Забираем. Было бы сделать для их формата какой-нибудь лазер-таг. В этом противостоянии очень неплохо. Подносить пламя уже не все. Команда не действует. Не, ну слушай, отличная работа. Я говорю, лес, наверное, где-то. А не, у нас игрок на центре. Вот есть первый номер. Типичный мидер. Он стоит один. Нам, че, кого там? Будет деактивация в тихую. Но игрок просто под шквальными атаке. Показывает, что они идеально поняли сценарий. Второй раунд. 2-0. Какая. И вот она снова. Супер черепашья разбежка. Сюда, сюда, сюда. И такие начинают выставлять. Другой такой, нет, что ты? Уже накидали по каскам. Ну, прошлый раунд действовали они немного динамичнее. Ну и, наверное, сейчас на отстрелках и поиграем. Центр за ним тоже не особо агрессирует. Хотя неплохо распределяет. Забрали дисциплину MLBB. 3 балла в копилку этой команды. Ну или там не 3 балла. Там надо посмотреть, сколько было карт, как они сыграли. Но в любом случае со счетом 3-1, кстати, победили APB команду Onyx. И, в принципе, в супер-слоуле атаки Onyx заберут эту карту. Ну посмотрим, кстати, говорят, сейчас в этом раунде. Тет по живой силе проседает по хп игроки команды APB. И там он проседает очень сильно по хп игроки команды. Там живет, кстати говоря, за ящиком все еще. Наверное, не понял, что он не объекал. Но втихую на линии B и вот есть установка и уже вспомнил, что есть проблема иногда в активации и деактивации пламени. Ну вот и узнаем. Кто-то там пытается пострелять, но у него нет патронов. Вроде как раздеф или пачку. А вроде нет. А мы вроде нет. Так, втроем. Консилиум. Вот та самая проблема. А какой в итоге пароль? А пачка-то нужно, а пламя-то нужно раздебьюзить. А пламя-то нужно раздебьюзить. Не нужна, не нужна галочка, галочка-то не нужна. Деактивировали успели, да, да, да. Все, хорошо. Слушай, ну да, тоненько. А супермарк-то проснулся, понял, что он не... Дело, чтобы, типа, ребят, на нервах. Кстати, Onik очень неплохо, достаточно быстрый. Просто лоб в лоб начинается атака, пачка не заносится. И начинается жесткая перестрелка жестких мужчин, которые будут сейчас разменивать друг друга по хп. Уже есть F. И что же это будет? Будет ли это? Нет, тут 12. 12-го, SV забирают у нас и бой проседает. Digital Flame activated, ну... Ну и Супермарко в этот раз понимает, что он живой и можно, в принципе, раз... И Супермарко, это, наверное, топ-фрагер своего коллектива. Но мы сейчас, по-моему, уже не успеем. Десятка у нас... Удобно. Эрик Лассико получается. Шести раундов, поэтому не три. Просто разместились я... Ну, и Onik, свои вот эти вот супер... Чтобы до плента не доходить и не подпускать. Какие-то тактики в физическую часть начинаешь переносить. Пробовать и делать. И, в принципе, сейчас мы видим следующий раунд. Счет у нас 5-2. И команда Onik снова избирает. Апидуэйн у нас встает. Будто бы страна для этих ребят гораздо проще, чем страна. Тоже очень сильно просел. И тут просто жесткий... Росблат оформляет у нас... О, Никиш Таудин. Вставать и отстреливать. Не нужно лезть никуда. А Onik нужно на основку пачки. Игрок еще минус у нас есть. Но, по-моему, тут уже будет очень тяжело затащить от раунд. Еще, по-моему, минус. И все, два игрока остается. По-моему, это 6. И остается он 1 в 4. К сожалению, наверное, такой уже не тащится, как бы ты не хотел. Хотя мы видели вчера ситуацию, когда игрок там на одном хите... Ну, бешат. Никит Проникс от Акарика покидает. Этот раунд покидает. Становится победителем с оперфинала. Но сейчас действительно понимают... Ждем в любом случае. Хе-хе. Наверное, задача любого соревнования не только... По-0, затем одну игру все-таки смогли забрать. Затем в финальной встрече 3-1 все-таки награждаться. Слушай, действительно, слишком быстро сняли жилеты. И вот поднимает тот самый кубок. Очень приятно. Еще одна дополнительная награда. Поздравляю вас на победу. Вы готовы для чемпионата? Да, мы очень готовы для чемпионата. Мы очень готовы для хорошего времени. Как долго вы готовы? Вы это делали в один день? Для Лазератага, я имею в виду. Вообще, мы это делали в два месяца. Для наших игроков. Мы очень ждем, чтобы мы сможем выйти в финал. Поэтому мы очень готовы. Очень early. Делали время, иногда вы делали какие-то тактики. И иногда вы просто спрашивали. Ты делал это на планете? У вас какие-то тактики? Наши тактики... Потому что мы играли в 5v5-фпс. Поэтому мы просто копировали нашу страту в этом игре, и мы просто не успеем. Иногда мы не успеем, а иногда мы просто ждем, чтобы врагов пришли. Кто ответил за тексты в Лазератаке? Один человек, который ответил за МЛББ? Да, один человек. Капитан Фью и я, второй капитан. Какие скиллы от МЛББ помогли выиграть Лазератаке? Может быть, связаться вместе. И иногда нужно принимать информацию, чтобы принимать следующий шаг. Так что, когда ты играл за первую очередь, что ты думаешь о Лазератаке? Ты любил это? Я думаю, это очень крутой концепт играть, даже если мы не знали как играть. Это очень крутой концепт играть. И мы очень крутой концепт играть. Да, мы очень любим это, потому что мы играли на PC, как Counter-Strike. Но сейчас мы играли в реальной жизни. Какой стороне ты любил играть больше? Атеку или дефенцию? Для меня, я думаю, это дефенция. Потому что ты должен... А, ты должен ждать. Мы ждем за противника, чтобы убежать на базе. Да, это все. Я думаю, для меня, это дефенция. Так что мы можем убежать на базе, что мы хотим. Мы играли на базе, что мы хотим. Да. …и вея. И вея. Есть. Есть.